доброе утро друзья доброе утро сегодня у нас 8 июля хочу сделать небольшой обзорчик моих томатиков то есть вот уже на 8 июля у меня стали греть помидорки и правда могу обмануть немножечко потому что две помидорки я уже красненькие сняла и хотела заснять но не засняла то есть первые помидорки вот это у меня белый налив до белый налив но у меня разные сорта есть благовест есть санька кстати санька себя в этом году очень хорошо повел я снимаю и одновременно поливаю у меня очень удобно насос то есть вот водичка сама льется из бочки не надо с лейками бегать это очень здорово ну вот видите уже все помидорки буреют это здорово теперь мы уже будем кушать свои помидорки свои томатики вот так ведет себя санька посмотрите посмотрите сколько томатиков тоже уже буреют нравится мне еще благовест томаты очень вкусные сочные сладкие допустим любаша на ней тоже очень много то автоматиков видите грозе веточками прям висит но почему-то она в этом году себя ведет не очень в каком плане не очень то что зреет не так как бы мне хотелось есть конечно и высокорослые если низкорослые автоматики всякие разные удобно моторчик работает полив идет лариса только переставляет шланг хорошо все это у нас хорошо вот опять смотрите вожу камеру и забыла как серёжа учил а серёжа же учит плавно водить показывать все вот так вот так а лариса все забывает ну вот что чтобы говорить смотрите хочу показать тут были у меня посажены этим домашние помидорки уже сколько сняла и вот они все краснеют краснеет он там тоже видно вопросов горшочках так что вот друзья сколько томатиков здесь у меня сделано мульчирование по прикрыта соломкой то есть не так высыхает почва и сорняков меньше ну вот как то так ну что хочу сказать о поливе поливаю я жаркую погоду два раза в неделю но обильно обильно то есть выливаю где-то под каждый кустик ну примерно литров 10 может даже побольше ну то есть 10 литровую бочку такую прохладную погоду ну вот пасмурную бывает что и раз в неделю но очень обильно очень обильно и конечно проветривание друзья самое главное проветривание чтобы теплица всегда оставалась на проветривании много лайфхаков таких вот наняла их фото по советов можно по томатикам конечно вы слышите то не так мотор гузит много по томатикам можно советов дать кто-то ставит по краю теплички этим баночки с йодом просто открытые баночки то есть от фитофторы это я имею ввиду кто-то еще чем-то пользуется кто-то протыкает медными а стволики вот томатиков медными проволочкой но я ничего не делаю у меня тут вот фу томатики пока не болеют там видно вот но конечно профилактика это превыше всего ну что касается подкормок если поговорить про подкормки томатиков то вначале конечно я подкармливала трава которая у меня бродила это в основном крапива один литр на 10 литров воды ну а потом я значит что делала залой еще я брала на пол литровую банку одну столовую ложку дрожжей сухих одну столовую ложку сахара все это настаивалось два часа и потом вот эти пол литра разводились в пяти литрах и вот этого рабочего раствора точно также литр на 10 литров в основном химией я вообще не пользуюсь только вот травкой которая брожение травки и вот такие вот хлебушек настаивала тоже очень любит хлебная подкормка ну как то вот так вот ну по крайней мере томатики отзываются на это очень благоприятно ну и в завершении разговора наших томатика хочу что сказать вам друзья еще рекомендую вам канал секреты жизни на даче хозяюшка татьяна . марина очень интересный канал советов столько много по огороду по саду по подкормкам по поливам да вообще очень много советов которые танюша дает ссылочку описать оставлю под описанием заходите друзья на тот тоже канал мне очень нравится по возможности всегда стараюсь его посещать ну а вам всего доброго это то что касается по автоматикам вот такие красавцы висят да у нас сегодня 8 июля друзья а завершение про томатики хочу показать вам вот такой томатик который у меня растет на улице прямо на улице без теплицы называется сливка после какие томатики растут кстати вкусные а посадила на улице думаю что будет друзья посмотрим что у нас с огурчиками но не могу сказать что их прям много тут зачем обманывать ну допустим вот на еду хватает висят начинают созревать вот или нет и закрылась вот как-то так да и что хочу сказать а смотрите а по мере созревания огурчика ну вот допустим сейчас покажу вот здесь да вот что я делаю значит когда я срезаю огурчик ну там или срываю то обязательно листик от которого он питается вот видите листик я его удаляю и тем самым тем самым ой вот еще да и тем самым у меня ствол потихонечку становится чистым и вот видите вот уже здесь я снимала огурчики вот и тем самым стволик оголяется и лучше проветривание и огурчики не болеют вот как то так друзья мои ну конечно вот нельзя говорить что мы без огурцов но они только вот недавно пошли поэтому не так давно но теперь огурчики мы кушаем я думаю что будем мы с огурцами мы это я получается я не конечно буду делиться у дочки свой огород но сынули поделюсь который живет городе уж поскольку мы в этой теплице посмотрим что у нас перцами что у нас перцами на сегодняшний день так перчики растут прекрасно и кстати вчера снимала перчик на салатик все замечательно нормально все он по крайней мере много ли мне одной надо правда друзья июль ты прекрасен июль в самом разгаре не красота ли любимая ромашка в моем саду тоже начали распускаться ой как я обожаю этот цветочек цветочек любви погадаем любит не любит